По улицам города разъезжают новогодние автобусы. С лиц пассажиров не сходят улыбки. Водители АТП «Север» совмещают привычные обязанности с праздничными. Дед Мороз везет лобытнанцев по делам, вместе с билетом на проезд дарит пожелания на грядущий год. Праздник к нам не только приходит, но и разъезжает по городу. Создают новогодний настрой водители рейсовых автобусов. Поездка становится особенно запоминающейся, когда за рулем Дед Мороз. Владимир Соколов водит автобус больше 10 лет. По его словам, управлять таким транспортом, который может сравниться разве что с санями Деда Мороза, дело не только ответственное, но и приятное. Дед Мороз – это главный символ Нового года, считается. Он, как правило, приносит радость, счастье, подарки дарит и так далее. Поэтому людям очень приятно. А еще поездку на автобусе подсластят презентами от главного волшебника. На новогоднем маршруте Дед Мороз предлагает сладкое угощение, но взамен нужно рассказать стихотворение. Ну что, дедушка, ты слушаешь? Конечно, конечно. Снег кружится, ветер песенку поет. Дед Мороз к нам в гости мчится. Скоро будет Новый год! Автобус номер один – не единственный новогодний подарок пассажирам на дороге. Длинное путешествие к поселку Харп будет вдвойне приятнее, если оно пройдет в компании с Дедом Морозом. Главные ценители новогодней сказки – это пассажиры. Ради их реакции и настроения. И создавалось все вокруг. Это очень милость, это очень милость. Мне даже очень хочется. Ну я узнала, да, конечно. Сказалось, что с Дед Морозом еще нет. Это точно не милость. Еще с Днегурой, что не хватает рядом. Поднимает настроение, это не милость. Ну уже привычно, потому что каждый год, как бы, водители в картине Мороза. Очень приятно, здорово, хорошо поднимает настроение. Продлится новогодняя дорожная сказка до 13 января. Только тогда Дед Морозы снимут свои шубы до следующего праздника зимы. Дарья Самородова, Григорий Волков. Программа «Время местное».